Здравствуйте, мои дорогие зрители! Пожалуйста, не обращайте на мой внешний вид. Я только что проснулась. Сегодня 15 апреля. У меня выходной. Пятница, выходной. Очень хорошее настроение. Я сегодня с утра проснулась. Сейчас еще даже не от 10, но я проснулась. А проснулась, знаете, почему так рано? Потому что меня начали поздравлять с днем рождения. Да, у меня сегодня день рождения. Вы знаете, не буду, наверное, никого собирать, отмечать, потому что дата не круглая. Но настроение все равно хорошее. Несмотря на то, что у меня уже за 30. И вот. Вчера ко мне приходили сестреночки мои. Моя младшая сестренка уезжает сегодня. И они вчера пришли. Я им испекла тортик, мы посидели, чаю попили. Сегодня у меня в планах столько дел. Надо, во-первых, ничего не буду готовить. У меня сегодня выходной. Наверное, будет муж с сыном что-нибудь там приготовить. И надо сегодня вот снять чуть-чуть, наверное, какой-нибудь вложек. Я, кстати, на кухне сижу у тебя. Влог хочу снять небольшой, потому что нужно ответить на некоторые вопросы. И надо снять заказ Фаберлик. Мне вчера пришел заказ Фаберлик. Надо снять, отмонтировать, отрендерить и выложить на канал. Потому что уже давно ничего не выкладывала такого интересненького. Потом, значит, вообще хотела покрасить волосы, конечно. У меня сейчас, видите, грязные, не крашенные волосы. Хотела покрасить волосы, заказала краску. Ну, я не знаю. Может, не надо. Ну, во всяком случае, в ближайшие дни покрошу волосы. И сейчас я вам хочу показать своего нового питомца. Это цветочек. Сейчас я вам покажу его. Вот какой красавец у меня дома появился. Посмотрите. Называется цветок Глаксини. Это мне мамуля моя подарила. Мы ездили к ней в гости. И вот какую красоту она мне подарила. Здесь будет очень много вот таких вот шикарных цветов. Мне так нравится вообще. Супер. Здесь, в принципе, у меня ничего не изменилось. У меня продолжает свистеть моя орхидея. Вот мой тортик. Видите, что от него осталось? Это Наполеон. Здесь заказ Фаберлик сегодня буду снимать. Надо свет, что ли, включить для вас. Заказ Фаберлик сегодня буду снимать. И выложим на канал. Давайте я вам, наверное, сейчас покажу. У меня девочки просили, чтобы я показала хранение своей уходовой косметики. Заходим в ванну. Это моя самая любимая. Здравствуйте. Здесь вот моя ванна находится. Давайте я вам покажу, что здесь. Мы хотим уже давным-давно приделать здесь полочку, но, видите, никак. Уже скоро надо будет делать новый ремонт, а мы все еще полочку не приделали. Здесь стоят такие вот штуки. Сейчас я вас приближу. Чем мы непосредственно пользуемся. Обязательно маска, гаммаж, скраб, маска для волос, шампунь. Видите, я пользуюсь сейчас шампунем от Фаберлик, Биоарктик и бальзамом. И масочкой от Эйвен. Мне, кстати, очень нравится маска от Эйвен. Скрабом я пользуюсь от Фаберлик, карамельная прелинная. И там вот муж с сыном тоже пользуются, негерем для бритья. Вот это, кстати, баночка. Вы не удивляйтесь, это стоит баночка для массажа. Но, девочки, она пока что просто стоит. Пока меня не клюнул, я так и не берусь. Здесь вот стоит гель для душа. Очень приятно пахнет. Кстати, Рикующая Бразилия называется. Здесь обязательно стоит моя умывашка. Эйвен Фаберлик ультра клин-грин. И гель для антимной гигиены. Тоже мне очень нравится. Обязательно моя любимая мыльца. Ну и, в принципе, все. Так, здесь я сразу скажу, что я не бурундук, не хомяк, или как там вот это все называется, который много-много копит. Я не такая. Вот у меня первая полка. Здесь, в принципе, все для волос. И, как видите, для стирки Ленор. И вот такие вот масла для волос. Кстати, заканчиваю. Вот это масло от Эль Сеф Экстраординарное. Очень долго оно у меня. Прямо, я прям, не знаю, года два уже пользуюсь. Сыворотка от Эйвен мне понравилась. Очень-пре-очень. И эликсир от Фаберлин. Тоже ничего, но он пока у меня стоит, ждет своей очереди. Вторая полочка здесь тоже. Дезодоранты, бальзамы. Обязательно у меня должен стоять вот такой вот сос-корректор от Ультра Клингрин. От Стоп Проблем тоже корректор. Это бальзам для гопа от Фаберлик. У меня бальзамчики везде стоят. В спальне, в ванной, на кухне, везде они понатыканы. Здесь внизу обязательно должно быть у меня кусковое мыло, которым я мою свои кисти. Здесь умывашка, мой сын умывается. И обязательно жидкое мыло. Расческа. В принципе, все как обычно. Сейчас я вам покажу еще одну полочку, в которой у меня тоже стоят средства по уходу за собой. Здесь, значит, мои тоники. Один тоник уже заканчивается, второй стоит на подходе. Здесь состерапия, легендарный кислород, ночное обертывание для шеи и декольте от Гордерика. Кстати, очень понравилось. Прям шея такая бархатистая. Маска тонизирующая для лица. Тейвен тоже нравится маска-пленка. Здесь вот основной мой уход. Здесь, значит, крем активный для век. От Пролексир очень нравится. Я его использую днем. Касторовое масло стоит пока что без надобности, потому что я пользуюсь вот такой вот сывороткой для ресниц от Фаберлик. Достала я вот, начала вот такой крем для лица и шеи, круговая пластика. До этого пользовалась ночным кремом. Вот Айрстрим для жирной кожи. А сейчас вот начинаю курс вот этого крема. Вот такой вот клеточный крем для кожи вокруг глаз. Очень классный, видите, я его использую на ночь. Очень классный, кстати, очень экономный оказался. Мне понравилось, девочки, очень даже. Вот такой вот дневной крем-баланс. Но я сейчас его использую очень редко, потому что я использую днем вот такой вот крем-актив для лица. Я вам уже сто раз, наверное, говорила об этом. Так что такая полочка, в принципе, основное все здесь. Я не люблю, чтобы стояло у меня там 130 штук. Я ставлю, использую, убираю. Как-то так. И на этой полочке у меня крем Зима от Фаберлик для тела. И, кстати, вот по поводу сыворотки для лица. Сейчас я использую вот такую вот кислородную мизотерапию. Вот Фаберлик очень нравится. Прям тонкий слой под крем. Шикарно. И, конечно же, мой любимый крем Вишневый конфитюр. Он, к сожалению, у меня заканчивается. Надо будет еще раз заказать, потому что очень мне нравится. Ну, конечно, куда без декоративки, девочки. Вот здесь даже вот блески. Я иногда забегаю перед уходом и смотрю в зеркало и забываю, что я забыла накрасить губы. Поэтому вот такие ватные палочки. Ну, в принципе, все стандартно. Сейчас я вам еще одну полочку покажу, где у меня стоят небольшие запасики. Они совсем небольшие, поэтому сейчас вам быстренько-быстренько все покажу. Булочка. А, здесь вот. Здесь у меня порошки вместо газеты, бигуди. Кстати, вот такой вот пятновыводитель мне понравился от Фаберлик. Сейчас я пользуюсь порошком Ариэль. Так, вот вместо газеты у меня... Давайте здесь еще покажу. А, здесь у меня все такое. Вот чистящая тряпочка для стекол. Очень крутая. Влажные салфетки антибактериальные. Ну, здесь все такое, не уходовое. Так, здесь у меня ватные диски и бигуди, термобигуди. Кстати, раньше очень любила накручиваться на термобигуди. И здесь у меня мои приспособления для волос. Утяжок. Вот эта вот новая плойка, которую я хочу вам показать. Если получится, сегодня покажу ее в действии. Это плойка из Алиэкспресс. И мой фен. В принципе, сюда больше ничего не помещается. Я бы была очень счастлива, если бы сюда что-нибудь еще поместилось. Даже полочка не скрывается. И вот моя полочка, где стоит моя тоже уходовая косметика по уходу за собой. Здесь, значит, мыло дав. Кстати, оно у меня кончается, надо купить. Осталась еще одна полоска от Ультра Клин Грин. Зубная паста. Вот это вот мое любимое средство от Эйвен. Я, кстати, еще одно средство вот такое же заказала. Просто я очень рада, что я его купила. Так освежает. Очень классно. Прям ножки. У меня иногда ноги прям вот тут не горят. После работы, особенно, когда домой придешь. И вот такой вот спрей для предварительного введения пятен. Это Amway Home. Классная вещь, девочки. Прям супер. Я без этого средства не могу жить. Итак, нижняя полка. Надеюсь, вам не темно. Итак, у меня здесь три шага от Фаберлик. Три шага от Фаберлик. Пилинг с саха-кислотами. Маска для ног. Крем для рук зима. Я его еще никак не использую. Обязательно в запаснике у меня стоит вот такой вот крем-актив от Фаберлик для лица 6 в 1. Это маленькая версия крема для рук от Арифлейм. Мне это дарили. Вот такие вот три кремика было в одной упаковочке. Я маленькие кремики с сестренком отдала, чтобы они в сумочке носили. Вот такой вот гель для душа от Арифлейм мне подарили. Еще не пробовала. Ну, пахнет приятно, уже понюхала. Одно единственное мыло у меня осталось от Фаберлик, солнечная облепиха. Все раздарила. Я вот все раздарила. Я не могу держать у себя много таких вот вещей и все дарю. Шампунь для мужа и для сына. Вот такие вот два крема. Один дневной, второй ночной. Тоже обязательно должны быть у меня в запасниках. Маска для волос от Эйвелин. Тоже очень классная, мне нравится. Вот такое вот средство очищающее для женской интимной гигиены от Эйвен. Я его один раз попробовала и пока что убрала. Допользуюсь свою интимку для Фаберлик. От Фаберлик, а потом уже к этой приступлю. Вот такой вот шампунь у меня стоит в запасниках для всех типов волос. С комплексом внутри 5. Это Эйвен. Драгоценные масла. Тоже один раз попробовала и убрала, потому что у меня пока что шампунь есть. Итак, в запасе стоит гель для умывания. Кстати, еще одну гель заказала в этот раз. Ой, мне там будильник звонит. Ёлки-палки. Ну ладно, давайте быстренько. Это вот гель скраб маска, тоже в запасниках. Это гель для бритья для мужа. Гель для душа, для волос и тела, тоже для мужа, для сына. И еще, кстати, вот бальзам-кондиционер для тусклых волос и шампунь. Девчонки, я опять на связи. Тут проснулся муж. Отобрал у меня все. Приготовил мне праздничный завтрак. Посмотрите, это так мило. Он даже сердечко нарисовал. Это вот мой любимый завтрак, но он очень-очень неполезный. Жареный кусок колбасы, просто огромный. Яйца, обязательно, как это называется, глазунья, да? Кофе с молоком и с сахаром. Я вот люблю именно кофе с молоком и с сахаром. Без сахара я кофе не могу пить. И, конечно же, мой кусочек тортика праздничный, Наполеон. Сейчас буду завтракать. И, кстати, сегодня меня пригласили в ресторан. Ну, мы, наверное, всей семьей поедем в ресторан поужинать. Я вообще хотела в кино сходить. Ну, подумала бы, на день рождения в кино как-то не камильфо. Ну, поэтому сейчас я буду снимать видео для вас. Короче, буду вами заниматься. Ну, в принципе, как обычно, да? Потом мы соберемся, поедем в ресторан, погуляем. А завтра уже мне на работу. Я помыла голову. Волосы не стала красить сегодня, потому что мне лень. Лень. Ничего не охота делать, но надо. И вот накрутила на такие бигуди. Но это ненадолго. На часик. И как раз сейчас хочу снять макияж для вас. Со стрелочками и с красной губной помадой. Мне пришла новая красная губная помада из стойкой серии. Фаберлик. Вот хочу ее вам продемонстрировать на себе. И еще, знаете, что я хотела показать? Вот. Посмотрите, что я сделала. Вот это вот галаксинья. Вот она, да, цветет очень красиво. Я ее решила размножить. Вот видите? Посадила листочек. Я прочитала в интернете, что галаксинью размножают как раз вот листьями. Ну, можно, в принципе, черенками. Но я решила листочек посадить. Вот так вот сделала такой мини-тепличку. Это обязательное условие. Итак, девчонки, я уже сделала макияж. Готовлюсь к съемке видео. Я нанесла на волосы вот такую вот защиту. Видите, спрей для волос. Подвижная фиксация. Здесь написано, что этот спрей защищает волосы при температурах до 220 градусов. Это компания Фаберлик. А здесь вот, в этой плойке, до 210 градусов. Максимальная, минимальная 180 градусов, максимальная 210. Но я ставлю на 210, потому что волны получаются вот при 180 градусах почти никакие. Поэтому ставлю на 210 градусов. Сейчас я покажу. Я сначала собираю верхнюю часть, вот так вот, волос своих. И начинаю накручивать нижнюю часть. Беру прядку. Я беру побольше волос, чтобы долго не гонетелиться. Не люблю заниматься волосами, если честно. Вот, ай, осторожнее нужно, чтобы не обжечься. Очень горячее держу. Ну, наверное, секунд 10 держу. И одновременно, видите, я как бы прижимаю. Спускаюсь пониже. И точно так же прижимаю. Нужно быть осторожнее, потому что очень горячая плойка. И мы видим вот такие вот пряди. Получается очень симпатично. Сразу появляется объем на волосах. У кого не объемные волосы, вот, посмотрите, как это получается. И проделываю такую же манипуляцию дальше. Вот так же. Вот такой вот эффект получился. Конечно, девочки, эта плойка, по моим ощущениям, очень портит волосы. Но, конечно, волосы не дымятся. Они остаются, в принципе, вот такие вот подвижные. Но все-таки 210 градусов каждый день нельзя использовать. Ну вот и все, девчонки. На этом я свой короткий однодневный влог заканчиваю. Пишите мне комментарии. Я каждый комментарий читаю. Я уже, по-моему, говорила вам об этом. По вам очень скучаю. Вы для меня уже как родные стали. Поэтому пишите. Я буду вас читать, отвечать по мере возможности. Девочки, если я кому-то не отвечаю, это не значит, что я не хочу отвечать. Это значит, что у меня просто-напросто нет времени. Поэтому вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Наверное, этот влог получится очень длинным. Ну вот и все. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok